Мюллер Мюллер спит и говорил неправду. Мюллер не спал, он ждал Холтофа. Мюллер только что получил сообщение из центра дешифровки о событиях на конспиративной явке гестапо в Берне. Сравнивая эти два шифра, он сейчас сделал неожиданное и чрезвычайно существенное открытие. От предчувствия удачи у него даже заболела голова. Шифр русской радистки совпадал с шифром связника из Берна. Слушайте, Шольц, может быть, вы мне объясните, что у меня все время с этим ящиком? У вас есть запасные ключи? Нет. Значит, завтра утром вызовите дежурного, а сейчас принесите мне лупу. Моя в этом ящике. Мюллер слушает. Да, шеф. Хорошо. Хорошо, шеф. Обязательно. Да. Конечно. Обязательно. Конечно. Да нет, кое-что есть. Я получил донесение из центра дешифровки. И получается вот что. Шифр русской радистки совпадает с шифром, который пришел с их связником в Берн. Да, это профессор Плейшнер. Значит, резидент в Берлине ищет новые связи. Да, я еще побуду здесь. Спокойной ночи, шеф. Да, пожалуй, вы правы. Скорее, доброе утро. Что это значит? Вы что, с ума сошли, Штирлиц? Я в своем уме. А вот он либо сошел с ума, либо решил выйти из игры. Что? Принесите ему, пожалуйста, воды. Что случилось? Объясните мне толком. Извините, группенфюрер. Сначала пусть он все объяснит толком. А я лучше толком напишу. Хорошо. Идите к себе и напишите. Все, что вы считаете нужным написать. Сколько вам для этого потребуется? Коротко, 10 минут. Подробно завтра. Почему завтра? Потому что сегодня у меня срочные дела, которые я обязан доделать. И потом... Он раньше не очухается. Хорошо, значит, завтра в 9 утра. Решите идти? Да, идите. Снимите с него наручники. Сделайте перевязку. И отвезите его домой. Мюллер. Мюллер редко ошибался. И когда служил Веймарской республике, избивая демонстрации нацистов. И когда перешел к нацистам и начал сажать в концлагеря лидеров Веймарской республики. И когда выполнял все поручения Гиммлера, и позже, когда он начал тяготеть к Кальтенбруннеру, чутье не подводило его. Вряд ли Кальтенбруннер забыл о своем поручении Мюллеру проверить досье Штирлица. Значит, что-то случилось. И, видимо, на высоком уровне. А самый высший уровень для Кальтенбруннера был Мартин Борман. Поэтому-то Мюллер и поручил Холтофу поехать к Штирлицу и провести спектакль. Сколько по другому Минтону Если бы Штирлиц на завтра пришел к нему и рассказал о поведении Холтофа, то он мог бы спокойно положить дело в сейф, считая его законченным. Если бы Штирлиц согласился на предложение Холтофа, тогда он мог с открытыми картами идти к Кальтенбруннеру и докладывать ему дело, опираясь на данные своего сотрудника. А это не химера с физическими формулами. То, что произошло сегодня, было непредвиденным и не укладывалось ни в одно, ни в другое решение. Повинуюсь привычке доводить все дела до конца, чем